Ну вот сейчас готовятся открыться школы, садики. Родители боятся, что их дети заразятся и принесут это в дом. Учителя боятся, что дети заразят учителей, и они принесут это в дом. Вот как вы думаете, может быть, действительно можно не открывать школы, не открывать садики? Сейчас я бы ничего не открывал. Я бы просто перевел бы все занятия на интернет. Дети очень легко это воспринимают. Они так латят все время по этим виртуальным страницам всяким. Через это давать им задания, через это их обучать. Есть прекрасный материал, чего только нет. Тут же давать задания, тут же с ними вместе готовить эти задания, контрольные работы, постоянные каждый день и все прочее. Короче говоря, все зависит только лишь от нас. А физическое общение детей друг с другом? Физическое общение детей может быть именно такое, чтобы дети встречались и между собой физически общались. А заниматься им не надо для этого. Они каждый занимается сам собой. С тетрадкой, с доской, с учителем. А это все есть у тебя в компьютере. А что делать с детскими садами, с яслями? Все-таки мамы уходят на работу и вот-вот... А детские сады, яслями, надо сделать очень просто. Приучить их делать зарядку через телевизор или компьютер, делать какие-то задания домашние, общаться с виртуальными животными, людьми и так далее. То есть прививать им навыки виртуального общения. То есть детско-садовский возраст вы тоже посадили бы к экранам, да? Конечно, конечно. И вообще представь себе мальчишку, которого ты сажаешь внутри самолета. Да. И он сидит перед этими рычагами. И ты учишь его как он. И ты учишь. И рядом сидит пилот взрослый и учит его управлять. Это же вообще какие открываются перспективы. Ты представляешь, что ты делаешь ребенку? И то же самое с кораблем, с подводными, со всякими. Это не кино, что ты им показываешь про других. А он сам интерактивно как бы в этом участвует. И вообще там он становится хирургом, даже если есть такие любители. Слушает биение сердца и как-то происходит все. Сделай все это интерактивно. Сделай это все так, что это его жизнь. И вот он становится взрослым. Он понимает, что это такое. Вот вы говорите, я завожусь от этого. Конечно. Ты представляешь себе мальчишка, как бы это захватило тебя. Да, я бы бежал к экрану, чтобы только... Конечно. Я могу с кем-то, да, с кем-то, с пилотом, с хирургом, с мальчем. И причем это все на выбор. Какие профессии хочешь? Все профессии ты можешь им так пройти, показать им все, что есть. Сделай интерактивно, как будто он в лесу бегает там за волком или за кем-то, или там чего-то ловит, с кем-то общается. То есть вы все эти программки убийств и захватов заменили бы на вот такие положительные учебные? Да, ты развиваешь человека, он проходит это все, и он на этом обучается. А те бы отменили войнушки все эти, которыми забиты? Абсолютно. Абсолютно все, что есть до сегодняшнего дня. Вы считаете, влияние их ужасное, да? Ничего в них нет хорошего. Надо только лишь сделать для ребенка интерактивные такие программы, чтобы он чувствовал, что он входит в жизнь. И эти программы были бы правильные. Почему мы не идем на это? Почему... Кому это интересно? Ну, вот вы сейчас говорите, я завожусь. Вот хорошо бы, если бы я умел создавать такие программы, то я бы их и просто создавал бы. Дали бы мне силу, деньги, не знаю, людей, то мы бы создавали такие только программы. Конечно. И ты бы выращивал людей таких, какими ты хочешь. Показывал бы девочкам, как ухаживать за младенцем, с пеленками и так далее. Как выводить их на прогулку. Вот она уже сама. Она сама вот ее фотографирует этот самый. Да, сейчас уже это можно. Уже полное ощущение. Да, и вот она сама идет с ним на прогулку, и она видит себя со стороны и так далее. Или даже не со стороны, как из себя смотрит и все это видит. Это жизнь. Тогда коснемся еще третьего фактора. Ясли. До какого возраста, вы считаете, вот ребенка, мама должна находиться при нем? И ей надо за это платить, и не вызывать ее на работу, не слать никуда. Обычно мы в ясли отдаем ребенка, уже кто-то с полугодичного возраста, если не раньше. До 12-13 лет. До 12-13 лет? Да. Платить маме, чтобы была дома с ребенком? Да. С ребенком уже, с человеком. Да, и она будет вместе с мамой помогать маме. И она будет знать, как это все делается. И таким образом, когда она уже после этого... Это девочка, если это девочка. Она уже станет девушкой. Да. И уже невестой, женщиной, то у нее будет все нормально. Она будет знать, что и как делается, и не будет звонить маме. Мама как приготовить там какую-то там кашу. И мальчик тоже самое, да? Тоже при маме до какого-то... С мальчиком будет проблема немножко больше, потому что он должен осваивать профессии. Но это вы говорите, можно интерактивно, как вы говорите. Интерактивно, да. Но он должен этому посвящать большую часть своего времени. Ну, тоже маму бы вы держали до 10-12 лет при ребенке, при мальчике, девочке. Держали бы. Да. Но все равно у них было бы, допустим, треть дня или даже полдня, отведенное для прогулок, когда приходит какой-то человек, который берет мальчиков с собой и ведет их на прогулки, на всякие в музее или на спортивную площадку и так далее. То есть такой тренер или руководитель, учитель, который берет, собирает мальчиков с этого района, да, и ведет их показывать мир, да, такой реальный физический. Да. И вместе как общаться тоже учат, да? Да. То есть это такой раз в день, да, несколько часов. Раз в день, два часа прогулка там или три часа, еще два-три часа какие-то игры на площадке и так далее. Вы красивый мир сейчас нарисовали. А почему мы не можем этого сделать? Что здесь есть? Нам до этого ничего не надо строить. Не знаю. Надо самим перестроиться и все. Мы, похоже, упрощаем все время задачу отослать на работы всех. Ну и что мы видим? Детей в садике, в ясли, в школы и на полдня забыть о них. Да. Да, вот это наша мысль, да? Это тоже база этому, наш эгоизм. Это он же, он же это все. Наш эгоизм только так и действует, к сожалению, да. То есть я хочу, чтобы меньше у меня было проблем. Да, на самом деле их больше и больше получается. Все лови. Это хорошо бы вообще, вот то, что вы сейчас нарисовали, это так красиво. Это просто. Это просто. Не думаю, что это просто, но это очень красиво. Это не просто из-за нашего характера, из-за нашего эгоизма, но это в наших руках. Это просто, но это просто из-за нашего эгоизма. Что мы видим? Продолжение следует...